Луганское направление Украина. Основная фаза наступления России происходит именно там. Но, как заявляют аналитики Института изучения войны, захватчикам не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб наступления или интенсивность. Они не уделили достаточно времени для подготовки своих мобилизованных резервистов стандартам, достаточным для поддержки крупномасштабной наступательно-механизированной маневренной войны, как неоднократно отмечал Институт. И им явно не хватает оборудования, необходимого для оснащения своих восстановленных подразделений. Для того, чтобы прорвать оборону противника, надо действовать несколькими методами. Либо используя активную артиллерию, после этого броневой кулак и пехоту, либо, как сейчас русские поступают, огромное количество пехоты продавливают нашу оборону. И потом что? А потом ничего. А ничего, потому что техники для наступления у них достаточно мало, и наступление продвигается не так, как все ожидали. Все были крайне удивлены, потому что это точно не то, что ожидали от России после месяцев такой более-менее патовой ситуации. Потеряла российская армия достаточно много. То количество бронетехник, которые были уничтожены за этот год, ну какая армия мира может выдержать, когда у нее была потеря 3,5 тысячи танков, там 6 тысяч БТРов. Ну это просто огромнейшее количество техники боеспособной, которая была уничтожена на поле боя. Не всегда ее можно заменить. Без достаточного количества бронетехники, которое должно быть, масштабное и успешное наступление никак не получится. Причина такого недостатка достаточно проста. Потому что, как и с боеприпасами, никто не собирался воевать целый год. Собирались воевать не 3-4 дня, но не больше месяца. И на это как бы рассчитывали все его и логисты. Также не рассчитывали, что станет вопрос о нехватке боеприпасов. Вместо того, чтобы использовать, к примеру, артиллерию по назначению, российские солдаты используют ее по мирному населению. Чем и создают себе проблему, ведь, грубо говоря, в никуда ушло очень много боеприпасов. Нехватка сейчас, конечно же, будет проблемой для россиян потом. Но только если запасы никто не будет пополнять. Эксперты же не откидывают этого варианта, поэтому прогнозов уж слишком утешительных на ближайшее время никто не дает. Они же могут формировать, у них еще есть ресурсы, людей поднабирают до сих пор. Люди достаточно сильно спасают ситуацию российской армии. Ведь сейчас их тактика заключается в том, чтобы как можно больше кинуть людей на фронт. Это и может объяснить большое количество мобилизованных и малые техники. Единственное, чем могут сейчас продавливать российское командование, это мобилизованными, частично мобилизованными, за счет большого количества. Но оно гибнет, оно попадает в плен, это количество, оно теряется без вести. Но, в принципе, люди есть. Поэтому говорить о том, что нечем давить, ну это было бы неправильно. С технической стороны, согласен, техники все меньше. Людей все больше и больше собирают на фронт. Как заявляют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, в России хотят мобилизовать уже и студентов дневной формы обучения. Мобилизацию в России никто не отменял, хоть и власть заявляет об обратном. Сейчас бои идут по всей линии фронта, как на востоке, так и на юге. Основная фаза, скорее всего, будет действительно в Луганской области, так как это оптимальный вариант для выполнения боевых действий за счет плеча, короткого плеча, поставки техники, боеприпасов из России. По данным института, российское наступление может продлиться еще некоторое время и временно набрать обороты, как будут выведены все резервы. У экспертов тоже есть мнение на этот счет. В начале марта это все должно остановиться. Не может просто в таком темпе, в таких условиях, в условиях распутье сейчас начнется весна, и вообще в болото будет такое страшное дело. Не может продолжаться интенсивность наступления в том виде, в котором оно уже держится около месяца. Украинская армия делала и делает все для обороны своих территорий. В этот раз у Кремля также все пойдет не по плану. Редактор субтитров А.Семкин